МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбираете квартиру в новом доме, планируете ремонт или большой заказ? Изучите своих поставщиков. В первую очередь важна репутация компании. Она складывается из многих факторов. В случае со строительством эксперты рекомендуют обращать внимание не только на благонадежность самоорганизации, но и на ее подрядчиков. Ведь зачастую именно последние становятся причиной банкротства и других прозаичных историй с судами. Мы посетили компанию, которая занимается развитием социальной и дорожной инфраструктуры. Организация реализует стратегические государственные проекты промышленно-гражданского инфраструктурного назначения, реализуя крупнейшие тендеры в Казахстане. Здравствуйте. Я записывалась на прием по поводу участия в тендере. Здравствуйте. Присаживайтесь. Алия? Андрей, это очень приятно. По какому вопросу? Я хочу принять участие в тендере. У меня есть крутая технология по строительству дорог. Она качественная и в разы дешевле аналогов. Подрядчиков мы выбираем на основе тендера. Вам необходимо отслеживать сроки тендеров и подавать все заявки для участия в тендере. То есть вы будете отбирать подрядчика, да? Да. А по каким критериям? По критериям, таким как благонадежность и аффилированность подрядчика. Ну, раз уж я здесь, может быть, вы сразу меня оцените, чтобы я поняла, будут у меня шансы или нет? Без проблем. Можно ваш ИИН или БИН вашей организации. Организации, к сожалению, нет. Я физическое лицо и могу продиктовать. Давай не пить проблем. 728, 800, 728, 402, 424. Кенжибаева и Оля Жалмуратовна. Совпадает? Да. Так, секунду. Много времени займет? Нет, это буквально пару минут. Так, быстро надо же. Вот, держите. М-м-м, надо же. Но, как я вижу, признаков неблагонадежности у вас не имеется, признаков налоговой задолженности у вас тоже не имеется, ну и, в принципе, вы являетесь добросовестным участником и как бы подрядчиком. Надо же, какая любопытная у вас программа в компьютере установлена и, главное, оперативная. И не нужно никаких бумажек с налоговой или Генеральной прокуратуры, никаких справок. Каждая уважающая себя компания, будь это банк, кофейня или даже СТО, должна знать своего поставщика услуг, проявить осмотрительность, оценить риски, а иногда и проверить его на аффилированность. Поставщиков можно проверить на сайтах государственных органов, но из-за обилия критериев такие проверки редко бывают быстрыми и удобными, что может быть критичным для бизнеса. Компра – это сервис, который позволяет всего за три минуты найти всю информацию о контрагентах по 40 параметрам и таким образом проверить его на благонадежность. Что вы можете получить за три минуты? Проверку по государственным реестрам. 50 показателей о юридических лицах. 35 показателей об индивидуальных предпринимателях. 12 показателей о физических лицах. Три уровня проверки связанных объектов на аффилированность. Результаты с августа 2017 года. 53 634 компании были просмотрены с начала работы сервиса. Более 100 контрактов с крупными компаниями. 8 банков из топ-20 казахстанских банков пользуются сервисом. 12 из 50 крупнейших частных казахстанских компаний пользуются сервисом Компра. Я сейчас нахожусь в Астанахаб и направляюсь в офис Асхата Сергазина. Он является основателем первого казахстанского сервиса по проверке благонадежности клиентов. Здравствуйте. Мне нужен Асхат Сергазин. Здравствуйте. Асхат, это вы. Алия, очень приятно. Асхат, вы тот самый основатель того самого легендарного сервиса, который позволяет всего за три минуты найти всех скелетов в темном шкафу любого человека. Да, в нашем сервисе можно узнать и о любой компании Казахстана, о любом индивидуальном предпринимателе и о любом физическом лице. Это наша команда. Мы таким составом, 11 человек, мы создали сервис, который вот сейчас удобен для предпринимателей. Асхат Сергазин, 32 года, директор и основатель Компра КИЗ. Выпускник Яну имени Гумилёва в факультет международных отношений. Увлекается марафонским бегом. Асхат, раскрой, пожалуйста, секрет Компра, как всего за три минуты сервис находит информацию по такому огромному количеству параметров. Секретно это в том, что мы поняли, что для большого количества людей это стало проблемой. Это стало сложностью искать на множестве количества сайтов информацию о казахстанских компаниях. И поэтому мы проанализировали, посмотрели, в чем именно сложность и попробовали автоматизировать этот процесс. Раньше он занимал около часа, когда вручную собираешь эти данные, плюс, может быть, есть погрешности человеческого фактора, где что-то перепутал. Наша система позволяет быстро за три минуты это все собрать и в одном окне показать. IT-сервис Компра стал в Казахстане отраслевым стандартом по проверке информации о компаниях и физлицах. Его пользователям доступна полная и актуальная информация, объединенная с аналитическими инструментами. Компра ежегодно обрабатывает огромное количество запросов от десятков тысяч пользователей. Краткая справка по компании позволяет мгновенно оценить ее размеры, понять сферу деятельности, получить сведения о руководстве и лицензиях. Одна из новых фишек – проверка аффилированности компаний на трех разных уровнях. У нас есть две точки входа. То есть через браузер для обычных пользователей. И если у компании есть свои собственные разработки, внутренние системы, то в реальном времени можно подтягивать данные из Компра, из нашей системы через открытый программный интерфейс. То есть обычно вам приходится заходить на более 30 источников различных, где есть очень много преград, сайты, интерфейс очень недружелюбный, непонятный. И мы это все делаем за вас и, соответственно, ускоряем ваше время. Одна из наших последних фичей – это проверка юридического лица или физического лица на аффилированность. То есть аффилированность с государственными компаниями, аффилированность с какой-то другой компанией. Через учредителей, через совет директоров, через исполнительные органы. Компра – название. В чем философия названия? Не наше, по-моему, слово, да? Компра – это слово компромат, но, наверное, мы взяли ее сокращенное такое сленговое выражение, которое очень часто используется как раз службам безопасности, комплайн-специалистами. Потому что мы часто слышали, то есть перебирали много вариантов названия, но очень часто слышали, когда говорили такую фразу, как «узнать компру», «пробить компру». И тогда мы подумали, что раз уже это есть в обороте, в речи самих наших ключевых клиентов, поэтому мы решили не придумывать какое-то там красивое слово, но такое, которое регулярно используется. Наверняка твой компромат тоже вначале пытались скомпрометировать. Честно признать, я обивал пороги чиновников, бизнесменов? Конечно, приходилось долго объяснять, почему мы берем эти данные, откуда мы их берем, какое у нас есть разрешение на это. То есть мы проанализировали и законодательную базу, поняли, что общедоступная информация на сайтах государственных органов, она может быть нами использована, и нам не нужно какое-то специальное разрешение. Тем более есть сейчас программа «Цифровой Казахстан», называется, которая позволяет еще эти данные получать от государства в машиночитаемом виде. Поэтому мы ждем, что больше и больше таких данных будет, а значит наш сервис будет пополняться более ценной информацией. Например, на прошлой неделе заработала специальная такая программа у Министерства финансов, когда теперь налоговая задолженность, нам не нужно идти отдельно на какой-то сайт, чтобы собирать ее для нашего сервиса, а уже специально через API-протоколы можно получать эти данные. То есть государство открывается больше, и для бизнеса это хорошо, потому что риск мошенничества снижается благодаря таким сервисам, как наш. Идея – это самое главное для любого стартапера. Между тем, в день у человека может возникать несколько десятков идей. Они с легкостью приходят в наши головы и с таким же успехом исчезают. Совсем другое дело, когда у идеи есть автор, готовый сделать все ради ее воплощения в жизнь. Асхат Сергазин не только реализовал свою идею, но и сделал жизнь казахстанцев чуточку комфортнее. А как тебе пришла такая гениальная идея? Ну, наверное, она не самая гениальная, честно говоря, потому что есть аналоги в мире, да, есть и в Казахстане некоторые команды пытались реализовать похожий какой-то сервис, да, но, наверное, наше преимущество в том, что мы пошли глубже, мы больше источников подключили, ну и в том, наверное, что мы больше изучили потребности клиентов, потому что есть множество таких простых вроде бы вещей, как, например, получить справку об юридическом лице через портал электронного правительства, но никто, кроме нас, этого не сделал. Ты, наверное, представляешь сам, как ты облегчил жизнь компаниям, не говоря уже о времени, да, сэкономленном, но и содержании там целых штатов. Да, конечно, конечно, мы за все время работаем с нашим сервисом, мы получили очень большое количество таких вот слов благодарности от наших пользователей, потому что действительно вроде бы не очень сложная операция проверить одну компанию, но когда в крупных, допустим, в банках или в квази-государственном секторе, когда при тендерах очень много заявок приходит, 15-20 компаний в день нужно проверять, и из-за этого эти процедуры становятся проблемой. Компра продолжает работать над качеством проверок и расширяет возможности по запросам клиентов. После запуска сервиса к Асхату Сергайзину обратились многие крупные компании, заинтересованные в своем расширении. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для наших клиентов при отправке онлайн-платежей. Именно поэтому банк внедрил услугу, позволяющую проверить благонадежность получателя перевода, как это работает. То есть клиент, прежде чем отправить платеж, может проверить, какие имеются риски, то есть в части задолженности, в части благонадежности клиента. Это сохраняет, конечно же, его средства, чтобы они не ушли, допустим, не по назначению, и сохраняет его время. Проверка доступна в онлайн-режиме для всех наших пользователей. Она является бесплатной, и, допустим, если нашими услугами пользуются порядка 100 тысяч компаний, ежедневно запросы касательно благонадежности достигают двух тысяч заявок. Мы работаем с компанией Компра уже около одного года. За этот год уже есть очень хороший определенный результат. Мы приняли решение, что мы не будем работать с некоторыми контрагентами. Порядка тысячи компаний нами было уже проверено, и, наверное, процентов 5-7 отсеялось из-за того, что, согласно справке Компри, они показали какие-то результаты. Раньше мы затрачивали на одного подрядчика порядка около одного часа у нас уходило. Значит, сейчас это уходит порядка 3-5 минут, в зависимости от скорости интернета, которую дает нам. А как ты вообще пришел к созданию, к реализации своего стартапа? Кто тебя поддержал? Инвесторы, я не знаю, финансовые какие-то консультанты, коучи? Были такие? Да, конечно. Конечно. Очень много мы получили, скажем, такого образовательного контента и как менторского контента. Я прошел две акселерационные программы. Вот давай, стоп, начнем с того. Тебе пришла в голову идея создать такой сервис? Тогда я работал в IT-компании, тоже достаточно большая, и этот проект сначала родился внутри этой компании. Мы когда поняли, сколько большой потенциал у этого направления, мы выделили ее в отдельную компанию. И сейчас Компра – это самостоятельная единица, которая разрабатывает этот продукт, которая сначала получала дотацию, да, скажем, от этой большой компании. Но уже в 2018 году мы вышли уже на самоокупаемость. Мы уже полностью самостоятельные, мы полностью уже удовлетворяем потребности наших клиентов. И поэтому дальше, наверное, большой задачей было понять потребности клиентов. То есть это не просто IT-продукт, потому что, наверное, больше половины всех усилий требовалось не в том, чтобы правильно написать код, а в том, чтобы найти правильные источники, донести до клиентов нашу позицию и ценность, выгоду использования нашим сервисом. То есть это больше потребовалось. Знаний, новых знаний. Для меня это был такой вызов, потому что управлять этим процессом было сложно. Вот. Мы прошли акселерацию вот в Назарабайском университете, в Астана Хаби, и, скажем, нам немножко повернули голову правильно, чтобы изучить потребности клиентов, чтобы мы могли провести с ними правильное интервью, понять их проблемы и тогда создавать этот продукт. Компра – это один из таких ярких звездочек наших результативных проектов в программе акселерации. То есть было видно, что они изначально нацелены на результат. И по результатам трехмесячной программы они показали трехкратный рост выручки. Они, получается, выстроили модель монетизации. То есть кажется, что очень легко получить первых клиентов, заставить своих клиентов платить, но в IT-проектах это на самом деле очень сложно. И то, что ребята это сделали за такой короткий срок, это достойно как бы восхищения и уважения. Да, в нашем случае предоставление комплексной программы, не финансовой поддержки, поддержка экспертами, мне кажется, оказало вот такую важную системообразующую роль. Мы верим, что государство, оно несет системообразующую функцию. И, конечно же, там все сервисы государство, наверное, не обязаны и не должно оказывать. Вот такие сервисы, как Компра, они позволяют компаниям, бизнесу в данном случае получать информацию из проверенных надежных источников в комфортном, удобном для них формате. То есть здесь роль Компры как раз-таки в том, что создана уникальная бизнес-модель, за которую люди платят, они видят ценность в этом продукте, в том сервисе и в том интерфейсе, если хотите, в котором предоставляют услуги Компра. Цифровизация Казахстана в различных сферах, к сожалению, идет не очень стабильным. В этой связи создание сервиса Компра для отечественного бизнеса стало полезным подспорьем. Поэтому Национальная палата предпринимателей Атамикен включила Компра в сервис бесплатных услуг для предпринимателей. Цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом. Одной из главных задач программы «Цифровой Казахстан» является способствование быстрому развитию стартапов и создание благоприятных условий для роста доходов и капитализации этих проектов. Так, до 2020 года в стране планируют увеличить объемы привлеченных инвестиций в стартапы до 67 миллиардов теньги. Национальной палатой предпринимателей была поставлена задача сделать сервис для предпринимателей, который позволит сделать бизнес более прозрачным и позволит проверять заказчиков и поставщиков на благонадежность. С этой целью был разработан сервис «Личный кабинет предпринимателей», который объединяет множество разнообразных продуктов, которыми могут пользоваться предприниматели, в том числе и сервис «Компра». Благодаря нашему сервису предприниматели могут использовать сервис «Компра» Два раза в день, бесплатно абсолютно. То есть, будучи зарегистрированы на портале, они получают такую возможность. Со стороны бизнеса мы получили уже довольно положительные отзывы. Мы видим статистику использования этой услуги и востребованности. Скажи, пожалуйста, у тебя только корпоративные клиенты? Я могу прийти к тебе, приобрести твой сервис и сколько он стоит? На кого он рассчитан? Да, мы работаем одновременно на несколько сегментов. Конечно, в фокусе это крупные корпоративные клиенты, это банки. Допустим, у нас уже, вот если брать топ-20 казахстанских банков по рейтингу 2018 года, то уже 8 банков пользуются нашим сервисом, и они автоматизировали внутри свои какие-то процессы для внешнего использования. Если говорить про крупные компании, то также там квази-государственный сектор, промышленные компании, строительные компании уже пользуются нашим сервисом, потому что у них задача быстрее проверять своих подрядчиков, чтобы заключать с ними договора и не опасаться мошенничества. И сколько для корпоративных клиентов? Для корпоративных мы предлагаем подписку, когда они могут выбрать для себя какой-то тариф и оплатить вперед за пользование большим объемом данных, чтобы им можно было неограниченное количество компаний проверять. Это стоит сейчас порядка 2 миллионов, но для малого-среднего бизнеса, для частных людей мы можем дать возможность и одну компанию проверить настолько, насколько им это нужно. А я, допустим, простой гражданин, обыватель, приходит, говорит, я вот хочу для своего пользования купить комп, а такое у вас предусматривается? Да, конечно. И сколько для меня будет стоить? Для вас это будет стоить 500 тенге всего лишь, чтобы проверить одну компанию. Какой период? А, одну компанию. Да, чтобы одну компанию проверить, либо одного человека проверить, вы можете заплатить в нашем сервисе со своей карточки или там. А на что я могу проверить человека или компанию? По каким параметрам? Ну, возьмем кейс, самый распространенный, допустим, для частных персон. Это когда вы, допустим, хотите устроиться на работу. Вы думаете, вот, меня пригласили на собеседование, да, но это же сейчас, если вы квалифицированный специалист, вы не только идете там, чтобы рассказать о себе, да, но вам нужно заранее знать, что это за компания, насколько она надежна, насколько она финансово стабильна. Поэтому в нашем сервисе вы можете посмотреть объем налоговых отчислений за последние пять лет. То есть вам это скажет, окей, насколько эта компания стабильна. Вы можете посмотреть судебные разбирательства. Вдруг у этой компании их много и они на большинстве случаев там судятся со своими бывшими сотрудниками. То есть это для вас звоночек, да, то есть насколько они работают. Посмотреть, допустим, объем госконтрактов или как они участвовали в тендерах, там, сам рукозна. То есть вы можете примерно знать, какая у них зависимость от там внешних факторов, внешнего финансирования, да. Вы можете посмотреть там по директору, может быть, он там в розыске или в бегах, или у него какой-то большой объем исполнительных производств. То есть вся эта информация, когда она агрегирована в одном месте, это в контексте дает, как бы, возможность применять правильное решение. Хотите ли вы в этой компании работать или нет? То есть в базе компра, получается, все компании в казахстанской и все население? Да. То есть нет такого, что пришел, извините, у нас в базе нет этого человека? А иногда бывает, что, допустим, либо там компания уже лет 10 не существует, то вы ее, может быть, не найдете в нашей системе, потому что мы начали эти данные собирать только недавно. Но в целом, да, то есть о любой казахстанской компании зарегистрированный, вот, резидент нашей страны, да, то есть можно узнать. То есть, допустим, если вы знаете БИН-компанию, то это самое простое, сразу мы найдем эту компанию. Если вы знаете только название, то тоже по совпадению можно сразу найти. Физлицо также там по ФИО, либо по ИИНу мы найдем этого человека, в том числе вас мы можем показать, как это работает. А физлица по каким параметрам у вас? Физлица проверяется по наличию налоговой задолженности, по наличию каких-то исполнительных производств, упоминания в судебных процессах, наличие индивидуального предпринимательства, либо участие в юридических лицах. То есть множество данных, порядка там 15 пунктов, которые показывают общую характеристику о персоне и какие данные в государственных открытых реестрах есть об этой персоне. Это помогает, допустим, HR, когда они, то есть нанимают какого-то человека, они могут, опираясь на персональные данные, то есть, например, мы не можем сейчас внутри нашего сервиса показать, допустим, судимость или, допустим, там… А, не можете показать судимость? Нет, нет, это персональные данные, но в ближайшем будущем государство дает возможность по разрешению самого человека, чтобы кто-то другой о нем эту информацию узнал. Значит, социальное положение вы тоже не показываете? Холост, не холост, да? Нет, нет, к сожалению, да. То есть сейчас же ни для кого не секрет, что очень часто при знакомстве молодые люди выдают себя не за тех, кем они являются. Вот в этой связи компа был бы очень полезен, чтобы уже на начальном этапе отношения были такими прозрачными, да? Да, да. И все-таки я тебе рекомендую доработать твой сервис и выпустить его приложение для нашей молодежи. У тебя будет очень много клиентов. Как это бы банально не звучало? Ты не собираешься, планируешь как-то расширяться, усовершенствоваться, может быть, какие-то другие проекты? Поделись планами своими. Да, наверное, здесь мы никогда не будем останавливаться, потому что мы даже с самого начала, когда создавали наш сервис, мы начинали с самой минимальной полезной версии, потому что вот новые алгоритмы, новые методологии создания таких IT-продуктов, они учат, чтобы мы не думали, что сразу какой-то готовый продукт, идеальный сервис будет сразу у нас готов. Никогда. У нас до сих пор какие-то там данные могут ошибочно показываться, еще что-то. Мы каждый раз совершенствуемся, узнаем, а, оказывается, мы вот эту штуку неправильно показывали. Нам клиенты подсказывают, говорят, добавьте, пожалуйста, еще информацию, допустим, о лицензиях. Та же схема связей, которую я только что вам показывал, она у нас настолько как бы просто с самого начала отображалась, потому что мы ее перерисовали с листочка нашего клиента. Когда мы пришли к нему в гости, он говорит, а смотрите, как я делаю, да, то есть нарисовал вот эти на листочке, что он хочет, что он делает каждый день. Мы просто взяли и перенесли ее внутрь сервиса, и он как бы очень обрадовался этому. Асхат, ты считаешь себя амбициозным человеком? Конечно, без амбиций мы бы ничего не сделали. Бизнесменом себя считаешь или все-таки считаешь себя, я не знаю, там, инноватором, идейным, вдохновителем? Кто ты больше? Это мой первый опыт в бизнесе, поэтому для меня было сначала непонятно вообще, с чего начинать. Поэтому внутри команды я выполняю множество ролей, то есть я где-то там аналитикой занимаюсь, где-то и маркетингом, где-то и продажами, да, то есть все это вместе. Но, наверное, по складу, да, то есть который сейчас у меня есть, я больше был, допустим, как, ну, то есть та роль, к которой я сейчас стремлюсь, какие навыки я выращиваю себе, это больше интегратор. То есть моя задача найти правильных людей, расставить их внутри команды так, чтобы весь механизм работал бесперебойно, эффективно и в этом и роль интегратора. Потому что, ну, то есть, ну, то есть, а бизнесмен, он, конечно, именно как роль, так как бизнесмен, да, найти прибыль, да, то есть сейчас мы поняли, что решаем главную проблему наших клиентов. Сейчас, наверное, на этом этапе важнее, чтобы команда была стабильной, чтобы на долгосрочной перспективе мы могли работать для наших клиентов. Продолжение следует...